Правительственные войска Сирии все ближе к турецкой границе, взять ее под контроль, отрезав пути снабжения террористов от главной цели, которую объявило руководство Арабской Республики. Армия освобождает один населенный пункт за другим, но ситуация в районе боевых действий остается сложной. Наша съемочная группа стала свидетелем наступления сирийских войск. Репортаж Антона Степаненко. Чем ближе к турецкой границе, тем безлюднее. Освобожденные от боевиков сирийские поселки стоят пустые. Казалось бы, вот, можно повернуться домой. Но чем дальше от турецкой границы, тем по-прежнему безопаснее. Нашу танковую роту перегрузили с юга Сирии. Раньше границу прикрывали просто погранвойска, но теперь их усилили бронетехникой. Там на передовой нам казалось, что здесь глубокий тыл. Оказалось, далеко не так. Еще неделю назад рота воевала с боевиками в районе города Дера. Это к югу от Дамаска, на Иорданском направлении. Сирийская армия развивает там наступление. Боевики отходят. Излишки бронетехники вместе с артиллерией Дамаск перебросил сюда. Турецкое направление теперь считается наименее предсказуемым. Дуло сирийских орудий недвусмысленно повернуты на север. Уничтожая боевиков, сирийская армия участок за участком берет под свой контроль сирийско-турецкую границу. Позади меня метров 100 официальный пункт перехода, но открывать его сирийская сторона не торопится. На границе сейчас неспокойно. Постреливают. Стреляют с турецкой стороны из крупнокалиберных пулеметов неприцельно. Из артиллерии вели огонь прицельно по расположению армейских частей. Пробиваясь на восток, сирийские войска отжимают боевиков от границы. Но оставить позади безопасный тыл не получается. Концентрация турецких войск при гранище в последнее время все усиливается. Вы слышите Кананаду? Это наша артиллерия поддерживает пехоту, которая ведет бои на подступах к городу Итлиб. Еще немного и вся сирийская граница в провинции Латакия будет под нашим контролем. А там уже и Алеппо недалеко. Без снабжения с турецкой территории воевать террористам будет трудновато. Жители этих мест своими глазами видели, откуда к ним приходили боевики. И приходили с севера. В том числе и через этот самый пункт перехода. Турецкие военные просто открывали свою границу. Хотя и до тех пор она была на весьма условном замке. Вы представляете весь абсурд ситуации? С одной стороны границу как бы охраняли турецкие военные. А с другой стояли боевики, которых они сами и пропустили. И при этом Турция еще заявляет, что борется с терроризмом. Название вооруженных группировок, которые пытались здесь закрепиться, и их лозунги на стенах военные закрасили. Но на сирийском КПП до сих пор висит информационный щит. Добро пожаловать в Сирию. Боевиков-то здесь уничтожают, а для соседей с севера такой армейский юмор звучит цинично. Антон Степаненко, Артем Григорян, Первый канал, Сирийско-Турецкая граница.